В пригородном суде завершилось слушание по делу Файзлядина Каримова. Два года назад мужчина получил производственную травму на предприятии Орион и лишился руки. Какое решение вынесли судьи? Новый газопровод появился в поселке Черноисточинск. Провести его удалось благодаря инициативным жителям компании «Газекс» и президенту России, когда синий огонь загорится во всех домах поселка. Бабочки прилетели в Нижний Тагил и поселились в музее-заповеднике. Там открылась очередная выставка крылатых насекомых. Почему тропических бабочек можно называть тагильчанками? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать вам о событиях четверга. Крупная сумма денег, похищенной из банкоматов, установленных в магазине одной из торговых сетей, который расположен на улице Кольцова в микрорайоне Рудника имени Третьего Интернационала. Обстоятельства хищения удалось установить следователям, работавшим на месте преступления. Проникновение в магазин произошло в ночное время через подвальное помещение жилого дома путем пролома пола. Злоумышленники использовали специальное газосварочное оборудование, с помощью которого похитили из двух банковантов в общей сложности более трех миллионов рублей. Обнаруженные вещественные доказательства и запись камеры наблюдения приобщены к материалам проверки и тщательно анализируются. Возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса «Кража в крупном размере». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и возможных очевидцев. Полиция обращается ко всем, кто располагает сведениями, которые могут помочь в раскрытии данного резонансного преступления, откликнуться и позвонить по линии 02, либо по круглосуточному телефону доверия межмуниципального управления 97-62-21. В пригородном суде завершилось слушание по делу Файзлидина Каримова. Два года назад мужчина получил производственную травму на предприятии «Орион» и лишился руки. Какое решение вынесли судьи, на последнем заседании побывала Анна Хабарова. Более двух лет Файзлидин Каримов из села Балакина сидит дома без работы, не от безделья. Несчастный случай на производстве стал тому виной. На ленточном конвейере мужчине защемило руку между движущимися деталями. Раньше занимался дровами, трактор был, полностью сам, как говорится, и продавал, и лес белил, и валил. А сейчас, на данный момент, конечно, что у нас, туалета нету, воду таскаем. Это мне приходится после работы приходить и там что-то хотя бы подготовить, чтобы он там целый день находился. После несчастного случая Файзлидин перенес две тяжелые операции, а после инсульт. Сейчас у мужчины искривление позвоночника, моральный ущерб. Он и его супруга оценивают в 3 миллиона рублей. Представители фирмы «Орион» с такой суммой не согласны. Он не смог в ходе процесса обосновать и объяснить, откуда у него возникновение моральных и нравственных страданий ввиду причинения ему физического веча. Кроме того, не смог объяснить, насколько тяжело ему приходится содержать семью, так как он в центре трудовой занятости не состоит. Найти работу с инвалидностью третьей группы пока не получается. Врачи утешительных прогнозов не дают. Не уверены, что протез сможет прижиться. К тому же стоит он от 2 миллионов рублей. Сейчас Файзлидин Каримов о протезе и не думает. Хочет обеспечить достойную жизнь супруге и 10-летнему ребенку. Купить квартиру. Руководствуя статьями 194-199 Гражданского процессуального опыта Российской Федерации, суд решил. Исковые требования Каримова Файзлидина Закировича к обществу с ограниченной ответственностью Орион. А компенсация морального вреда, причиненная в связи с несчастным случаем на производстве, удовлетворить частично. По решению пригородного суда компания Орион должна выплатить Файзлидину Каримову 1,5 миллиона рублей. Анна Хабарова, Игорь Хальков, Егор Егошин. Новости Тагилтв. Четыре года назад в России образовались следственные комитеты. В отделе Ленинского района с 2011 года раскрыли более 240 уголовных дел. И это только те, что переданы в суд. Из наиболее резонансных уголовных дел прошлого года могу вспомнить два уголовных дела в отношении сотрудников налоговой инспекции города Нижнего Тагила. Значит, эти уголовные дела были объемные. В ходе следствия было выяснено по 58 и 46, соответственно, эпизодов их преступной деятельности. Сегодня в Следственном комитете Ленинского района работают 8 специалистов. Они занимаются расследованием тяжких преступлений и убийств. За четыре года ими было рассмотрено более 7,5 тысяч дел. С праздником всех следователей поздравили на утренней оперативке. Несмотря на торжественную обстановку, все работали в штатном режиме. Задержание банды наркоторговцев, грабителя пенсионеров и группировки угонщиков. Ряд резонансных преступлений раскрыли полицейские в прошлом году. Накануне в городском управлении МВД подвели итоги работы. Мы понимаем, что Нижний Тагил играет огромный момент в общественной политической жизни как Созловского власти, так и в столе. Всего в городе и пригороде за 2014 год зарегистрировано порядка 8 тысяч преступлений. Раскрыто более 60%. Некоторые благодаря системе «Безопасный город». Видеонаблюдение помогло раскрыть 11 фактов сбыта поддельных купюр. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 21%. Глава города Сергей Носов подчеркнул, все же главный показатель работы полицейских – это оценка жителей. Я за период общения с гражданами и настоящими жителями не совершал переставший жалобы на реакцию работников внутренних дел, на те жалобы и проблемы, с которыми обращаются жители. Подводя итоги годы, начальник управления отметил, что коллектив Нижнедагильского гарнизона с поставленными задачами справился. Несмотря на кризис и санкции, иностранные предприятия открывают свои филиалы в нашем городе. Сегодня у нас появилось представительство болгарской фирмы. Это ведущий инвестор, лидер на рынке недвижимости Болгарии, крупнейший застройщик и старейшая управляющая компания на курорте «Солнечный берег». На сегодняшний день у нас на побережье застроено 6,5 тысяч квартир, общей площадью развернутой 450 тысяч квадратных метров. Это действующие на сегодня городки круглогодичного обслуживания. В офисе представительства тагильчане могут получить профессиональную консультацию или приобрести квартиру в Болгарии. Кроме того, компания оказывает помощь туристам. В оформлении виз, авиабилетов, страховок и аренде недвижимости напрямую без посредников и переплат. Новый газопровод появился в поселке Черноисточинск. Провести его удалось благодаря инициативным жителям, компании «Газекс» и президенту России. Когда «Синий огонь» загорится во всех домах поселка, смотрите в следующем сюжете. На оборудование для появления газа в доме Алла Воронина потратила около 30 тысяч, но денег не жалко, лишь бы сменить старую дровяную печь на «Синий огонь». Мы очень довольны. У меня на улице 41 дом. Все ждем, не дождемся, когда это случится. Дождались. Сегодня торжественно были подключены к «Газу» больше 60 домов Черноисточинска. «Газ» в поселок пришел еще три года назад. Тогда он появился только в местной больнице и на улице Больничная. Дальше дело заглохло. Жителям пришлось взять инициативу в свои руки. Даже президенту письма писали. И тот взял объект под свой контроль. «Сначала заложили сами жители свою инициативу, сложились на проектные работы. Но потом подключилась наша компания «Газекс». Все было потрачено 44 миллиона рублей, 11 километров. Проект, честно говоря, был очень тяжелый». Грунт в Черноисточинске преимущественно скальный. Прокладывать сети было непросто. Зато уверяют газовики, когда трубы под землей, лучше сохраняется экологический баланс местности. Пока еще не все улицы поселка газифицированы. Но компания «Газекс» продолжит работу в 2015 году. К сожалению, без «Синего огня» остаются еще многие населенные пункты горнозаводского округа. «Мы сейчас все сзади разработали еще ряд населенных. Это Кайгородка, где тоже работаем в этом направлении и так далее. И бурзинку мы сейчас планируем. То есть мы все будем дойти с газификацией, потому что это жизнь. Это на самом деле жизнь». Александр Мешков, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. 60 молодежных коллективов работают на ЕвросНТМК. В их составе 400 металлургов в возрасте до 35 лет из 17 подразделений предприятия. Два раза в год на комбинате выбирают лучшие молодежные трудовые коллективы. Сегодня подведены итоги за второе полугодие 2014-го. Об одной из бригад-победительниц расскажет Алексей Алексеев. Вторая бригада участка подготовки сменного оборудования крупносортного цеха ЕвросНТМК одна из пяти признанных лучшим молодежным коллективом предприятия. На участке производится обработка волков прокатного стана. Несмотря на возраст, рабочие справляются с ответственными операциями не хуже опытных мастеров. Бригада номер два в среднем выработка по бригаде составляет не менее 135% в месяц. Есть работники, которые способны выполнять нормы на 140-150%. Это говорит о их высокой квалификации. При подведении итогов учитывались не только производственные показатели, но и участие в рационализаторской деятельности, освоение нового оборудования, участие в спортивной и общественной жизни. О сильных сторонах второй бригады свое мнение у бригадира. Профессионалы, люди знают свое дело. Дисциплина у нас хорошая. Это в основном залог, мне кажется, любого хорошего коллектива. Каждой бригаде, я считаю, должно быть так. Может показаться удивительным, но молодежь составляет костяк участка подготовки сменного оборудования. Мастера это весьма радует. Тем более, что он уверен, подчиненные трудятся вовсе не ради побед в конкурсах. Наша работа, совместная работа, я не могу отделять себя от коллектива, наша с ними работа на сегодняшний день, наверное, не просто возможность заработать какие-то себе средства на жизнь, это уже в какой-то мере образ жизни. Представители лучших молодежных трудовых коллективов Евраз-НТМК получат денежные премии. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. От тагильчан ждут предложений по девизу Дня города 2015. Свои варианты можно присылать через официальный сайт Нижнего Тагила. Напомним, в 2013 и 2014 годах праздник проходил под слоганом «Забота о городе – дело каждого». По традиции, каждое празднование имеет свою тему. Без сомнения, главным событием 2015-го станет 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, указом президента РФ, 2015 год в России объявлен годом литературы. Бабочки прилетели в Нижний Тагил и поселились в музее-заповеднике. Там открылась очередная выставка крылатых насекомых. Почему тропических бабочек можно называть тагильчанками – смотрите далее. Из 100 всех живущих на Земле, 70% – насекомые. И самые красивые из насекомых – это отряд бабочек. Дети бабочек не боятся, и те их тоже. Совсем не против посидеть на руках, головах и одежде. Родом они из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. Питаются крылатые насекомые соком. Так, вот пусть она попьет, да? Вот, красивые бабочки. Сад живых тропических бабочек устроил сегодня благотворительную акцию. Провели бесплатные экскурсии для детей, которые приехали сюда из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и первого детского дома. Я здесь первый раз был. Первый раз. И вот. Я увидел белую, да? И все. Мне понравилось. В музее-заповеднике для бабочек созданы все условия. Сильная влажность, тропическая температура, 28 градусов и световой спектр. Фотографировать со вспышкой здесь нельзя. В углу комнаты инкубатор. Там куколки превращаются в бабочек. Их можно уверенно назвать тагильчанками. Ведь всю свою недолгую жизнь они проводят в Нижнем Тагиле. Да, живут они на самом деле очень мало. В среднем где-то в неделю. Есть виды, которые проживают сутки, двое. Есть и до полутора-двух недель. Популяция бабочек постоянно обновляется. И каждая успевает порадовать своей красотой немало детей и взрослых. Александр Мешков, Александр Штраух, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Новости Тагил ТВ. Рубрику представляет компания «Сенегорье». В мэрии подвели итоги уходящего спортивного года. Сергей Носов встретился с руководителями спортшкол города. Всего в 2014 прошло 522 мероприятия. В них приняли участие 110 тысяч человек. Главным подарком для всех фанатов здорового образа жизни стало открытие спортивно-оздоровительного комплекса в Парке Победы. Ко дню города спортсменам сделают еще один подарок – физкультурно-оздоровительный комплекс, стоимость которого порядка 600 миллионов рублей. Также в ближайшее время администрация города планирует найти средства для крытого легкоатлетического манежа и спортивного сквера на вагонке, а также нескольких воркаут-площадок для инвалидов. Билеты на русскую классику поступили в продажу. Она пройдет впервые в нашем городе 14 февраля. На льду под открытым небом встретятся Тагильский спутник и Орский Южный Урал. Стоимость путевки на историческую игру составляет всего лишь 100 рублей. По словам организаторов, такая низкая цена может привлечь не только фанатов, но и тех, кто никогда не был на хоккейных матчах. Билеты можно купить в кассах дворца ледового спорта Уралвагонзавода, стадиона «Спутник», а также на крупных предприятиях города. А пока наша команда смогла вырваться из тисков проигрышей. Со счетом 3-2 тагильчанам удалось урвать победу у Краснодарской Кубани. Такой матч болельщики называют валидольным. Изначально преимущество в шайбах было у соперника. Следующий матч наша ледовая дружина проведет с хоккейным клубом «Рязань» в воскресенье 18 января. Сейчас «Спутник» находится на 12-м месте турнирной таблицы. Уралочка обыграла турецкую сборную. В рамках Кубка вызова наша команда одержала победу над Эльбанком в Анкаре. Сухую со счетом 3-0 тагильские волейболистки оставили соперниц в алтсайдерах. Напомню, ранее подопечные Николая Карполя закончили встречи четырьмя победами из четырех. Следующая игра «Уралочек» пройдет 25 января в Нижнем Тагиле в Металлукфоруме. Свердловчанки встретятся с омским клубом «Амичка». Старый Соболь терпит поражение в первых играх года. Дважды наша команда уступила сопернику в Чебоксарах. Победы хозяевам площадки дались непросто. В первой встрече с Табаля уступили с разницей лишь в шесть мячей. Конечный счет 74-80. У тагильчан по 24 очка набрали два Алексея – Вагнер и Макаров. Во второй игре тагильские баскетболисты пытались бороться до конца, но не получилось. Итог матча 59-67 не в нашу пользу. Теперь наша команда переезжает в Саранск. Там в эти выходные предстоит встреча с Рускон Мордовией. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра. Анна Хабарова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости спорта Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова